МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина сегодня в выпуске. Дроны на службе. В Республике продолжается модернизация службы МЧС. Папа может. В Чебоксарах прошел первый республиканский форум Совета отцов. Арщури, улыб, кереметь. В Чувашском государственном институте гуманитарных наук презентовали книгу «Чувашская мифология». В Республике продолжается модернизация аварийно-спасательных служб. Только для МЧС в этом году поступило 17 современных машин. Смотр готовности новой техники прошел сегодня. Подробности у Дмитрия Ковалева. Без летающих дронов сейчас не могут обойтись даже в МЧС. Квадрокоптеры незаменимы для поисковых работ. Чтобы помощь смогла прийти и в труднодоступные места, необходимы снега, болотоходы. На площади республики новейшая техника, которая обеспечивает безопасность в воздухе, на воде и суше. Автопарк МЧС обновляют поэтапно. Накануне Дня спасателя современные машины получили три пожарные части. Всего же в этом году на модернизацию службы было выделено более 100 миллионов. Безопасность в приоритете отметил глава региона. Таких машин практически в регионах России единицы. Мы лучше как практики идем для того, чтобы принять все меры для спасения людей. В городские части поступают маневренные машины. На полноприводном шасси все, что необходимо для аварийно-спасательных операций. Автомобиль АСА-20 оборудован телескопической мачтой и экраном-манипулятором для разбора завалов и ликвидации ДТП. Это домкрат, ножницы-расширитель, ножницы-пусачки. То есть полностью для проведения аварийно-спасательных работ на дорожном транспортном пришествии. А вот эта машина необходима для тушения пожаров в многоэтажных домах. Высота лестницы 18 метров. Для сотрудников регионального МЧС уходящий год выдался непростым. Несмотря на принимаемые меры, увеличилось количество пожаров. Чаще всего горит жилой сектор, реже торговые объекты. На это повлияли и массовые проверки после трагедии в Кемерово. Был организован 318 таких проверок. При этом выявлено более 2,5 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Хочу акцентировать ваше внимание на основных причинах пожаров. Это неосторожное обращение с огнем. Нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей. Есть претензии к властям тех муниципалитетов, где пожарную технику содержат на улице, а не в теплых боксах. Насколько эффективно работают такие машины – вопрос. Ответ перед главой региона держали представители Ядринского и Урмарского районов. Когда будут в порядке все единицы пожарных автомашин? В первых двух годах постараемся всю эту технику наладить и поставить боевую строчку. Хорошо подготовить письменные предложения, соответственно. Глава администрации вместе с главовой должны подписать, главой района, и представить базу с меня. Для этого Троицкута дает. А где на самом деле не хватает, мы еще купим. Только в этом году ни один регион столько пожарных автомашин не купил в этом году, я вам скажу. Глава региона расставил приоритеты. На первый план выходит профилактика. Главная задача – это заниматься обучением, заниматься вопросами минимизации ошибок, где на самом деле лучшие практики, эти лучшие практики тоже должны распространяться. Реагировать на ЧП и минимизировать человеческие потери помогает система 112. Только за месяц на единый номер поступает более 70 тысяч вызовов. Со всеми сотовыми операторами налажена интеграция в части того определения места координат человека звонившего. С ноября месяца прошлого года полностью систему интегрировала системой «Эроглонас». И, соответственно, все автомобили, которые проводятся, производятся на территории Российской Федерации, начиная с 2018 года, должны быть оснащены подобной тревожной кнопкой. Впереди новогодние каникулы. Для сотрудников МЧС горячая пора. Глава региона поручил перевести службы в режим повышенной готовности. Праздничная декада должна пройти спокойно. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. 70 новых автомобилей перешли в распоряжение медицинских работников республики. В Чувашии продолжается модернизация автопарка службы скорой помощи. Удобные, безопасные, современные. Эти автомобили способны преодолевать любое бездорожье, что порой жизненно важно для некоторых районов республики. К тому же машины оснащены всем необходимым. Высокотехнологичное медицинское оборудование позволяет оказать экстренную, в том числе реанимационную помощь. Есть возможность этого кардиографа снимать кардиограмму вне стационара, то есть в условиях автомобиля скорой медицинской помощи. Также есть возможность данного кардиографа для консультации отправка кардиограммы на кардиопульт, это в республиканскую кардиодиспансер, или можно проконсультироваться со старшим врачом скорой медицинской помощи. Новые автомобили уехали сегодня в Цивильск, Алатрик, Анаш, Шумер, Люядрин и Батревский район. 21 машина осталась в Чебоксарском подразделении. В Новочебоксарск отправились 15. Новочебоксарск объединяет поселок, сам город. Это получается 7 бригад, поселок Отлашево, город Мариинский посад, 2 бригады и поселок Сосновка. Всего получается 12 бригад в городе Новочебоксарск, очень большая постанция. Мы, конечно, сегодня получили 15 машин, из них 5 некстов, таких больших, комфортабельных, из них 2 мерседеса на ворчаную бригаду, 1 форт реанимобиль, который действительно у нас до этого в городе не было. И 7 сабалей. Эти машины нам позволят намного лучше и быстрее качественно оказать скорую медицинскую помощь. На повышение качества медицинского обслуживания тратятся солидные средства. Общая сумма только по этому году на обновление автомашин скорой медицинской помощи мы выделили почти 235 миллионов рублей, по факту практически 84 единицы автомашины. Кроме этого, первые в этом году мы приобрели ФАПы на колесах, они тоже очень удобные, где населенные пункты составляют, допустим, по количеству населения менее 100 человек, и эти автомашины туда будут выезжать, в свое время тоже оказывать помощь. На церемонии вручения ключей от автомашин особо отличившиеся работники получили награды. Благодарность главы республики объявили реанимационной бригаде подстанции скорой медицинской помощи номер 2 Ленинского района города Чебоксары, которая оказывала помощь пострадавшим в страшном ДТП на автомобильной дороге М7 «Волга». Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Валерий Редюков, Республика. Хорошая традиция. В канун праздника вручили награды тем, без кого уходящий год просто невозможно представить. Государственные гимны звучат в честь тех, чей вклад в социально-экономическое развитие республики был особенно заметен. Здесь собрались те, кто имеет огромные заслуги перед Чувашской республикой и перед Российской Федерацией. Те, чьи трудовые достижения и героические усилия на профессиональном поприще являются примером для молодого поколения. Урожая искреннюю благодарность вам за благотворный, созидательный труд, за преданные отношения к своему делу, за любовь к своей стране, за выдающиеся результаты, которых вы добились. Сразу четыре человека получили медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В числе награжденных и заместитель начальника Центра ГИМС МЧС России по Чувашской республике Андрей Барабанов. Это подтверждение, наверное, тому, что, наверное, на эту жизнь я проживаю не зря. И, наверное, еще есть потенциал, который нужен моей стране, моей России. Виталий Иванов отмечен медалью Ордена за заслуги перед Чувашской республикой за свой труд «Монографию Чуваши». Почти семь лет он работал над этим проектом. Я испытываю большое чувство, удовлетворение, счастье. Я рад за своих коллег, с которыми я работал над проектом, большим проектом «Монография Чуваши». Мы убедились сами, убедили и московских наших коллег, что можем работать на высоком академическом уровне. Вот это очень важно. Всего заслуженные награды получили 50 человек, внесших заметный вклад в развитие нашей республики и страны в целом. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. 5 миллиардов рублей выделено на развитие дорожной отрасли Чуваши в этом году. Что нужно предпринять, чтобы дыры в асфальте не привели к дырам в бюджете, обсуждали на совещании по антикоррупции. Какая сумма выделенных средств идет на конкретные цели, а какая расходуется не по назначению. В этом году сотрудники экономической безопасности МВД России провели 21 проверку. Выявлены два факта хищения бюджетных средств, связанных с исполнением муниципальных контрактов на содержание дорог на общую сумму, превышающую 3,2 миллиона рублей. Оба преступления являются коррупционные. Одно совершено в крупном, другое совершено в особо крупном размере. Вопросов по содержанию дорог у проверяющих немало. Эффективность использования средств в этом направлении проверил и Республиканский Минфин. Выявлено нарушение на сумму 243 миллиона рублей. В одних районах республики, Цивильском и Бресинском, содержание одного километра дорог дороже, а в других, Аликовском и Аргаушском, дешевле. Сумма разнятся от 59 тысяч рублей до 120 тысяч. Фактически мы увидели, что отсутствует единый подход при определении методов определения начальной максимальной цены в муниципальных районах. Из 21 муниципального района 13 определяли цену или обосновывали цену контракта проектно-смертным методом. Три методом сопоставимых рыночных цен, два нормативным методом, два затратным методом, один иной методом. Для эффективного использования бюджетных средств руководители ведомств предложили внедрить единый метод расчета цены контракта. В сфере строительства дорог ситуация другая. По итогам проверки Росавтодора в 2017 году, по проектам финансируемых из федерального бюджета, общим объемом более 2 миллиардов рублей, это безопасные качественные дороги, устойчивые развитие сельских территорий, Московский мост, каких-либо финансовых нарушений, в том числе фактов нецелевого использования средств, выявлено не было. По данным казначейства тоже таких же данных выявлено не было. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, механизм освоения бюджетных средств максимально прозрачен, что позволяет оперативно находить нарушения и поставил задачу. Эффективно расходовать каждый бюджетный рубль и контролировать качество выполняемых работ. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. На портале «Открытый город» проходит голосование об изменении схем движения общественного транспорта по предложениям чебоксарцев. Это итог работы инициативных групп горожан. В списке 12 предложений на выбор три варианта ответов. Данные предложения касаются как изменения схем движения, изменения начальных и конечных остановочных пунктов данных маршрутов, а также есть предложения по объединению троллейбусных маршрутов. Все изменения, они достаточно конструктивные. Я думаю, их принятие приведет к положительному результату. Чтобы принять участие в голосовании, нужно пройти быструю регистрацию на портале. Достаточно указать номер телефона и придумать пароль. Выразить свое мнение можно до 29 декабря. 25 декабря ушел из жизни известный предприниматель, директор предприятия «Страмон Китер» Юрий Ковалев. Все, кто знал Юрия Владимировича, запомнят его как человека неординарного, неравнодушного, энергичного во всех начинаниях. Он был одним из первых зачинателей кооперативного движения в республике. Поднимал с нуля бизнес во многих сферах. Молодые люди запомнят его как хозяина одного из Волжских островов, где ежегодно проводят музыкальные фестивали. Юрий Владимирович возглавлял в Общественной палате комиссию по вопросам экономического развития, предпринимательства, транспорта и туризма. Активно работал на посту председателя регионального отделения «Деловая Россия». Юрий Владимирович был отзывчивым человеком, всегда протягивал руку помощи тем, кто в ней нуждался. В Чувашии активно работает Совет отцов. Он объединил самых неравнодушных и заботливых пап республики. За год они сделали немало. Об опыте и планах на будущее участники Совета говорили на Первом республиканском форуме. В нем приняли участие более 200 человек. Вот они, самые активные и неравнодушные папы, любящие своих детей, умеющие придумать интересные занятия. А еще они успевают объединить вокруг своей идеи кучу ребят. В секциях форума отсыделились собственным опытом, практическими советами. Работа шла по трем направлениям. Безопасность детства, школа «Наш дом», спартакиады «Здоровье». У каждого совета свои педагогические истории. Так, например, в столичной школе номер 7 дети вместе с папами проводят спортивные фестивали и сдают нормы ГТО. Чтобы наши дети чувствовали большое отцовское плечо, чтобы они могли в любое время на нас равняться, на нас смотреть. И, как говорится, в первую очередь это помощь классным руководителям в школах, директорам школ и Министерству образования, наверное, я сказал бы в целом. То есть моя, вот я сейчас модератор здоровья в Чувашской республике, вот мы с отцами тоже сейчас вот проводили, для чего сдача норм ГТО непосредственно, чтобы вместе делать, делать с детьми то же самое, чтобы дети наши сдавали ГТО, чтобы отвлеклись от этих гаджетов. За трудовое воспитание и личный пример выступает Совет отцов Урмарского района. Труд создан человека, да, превратил его в землянный человек. Поэтому, естественно, как я являюсь еще учителем труда, естественно, это как раз мой конек, можно сказать, так, что именно в нашей школе предмет технологии, туда обучение, он не ушел. У нас все в порядке с этим. У нас даже два учителя технологии, мужчины в школе работают. За духовное развитие ратуют в Моргаушском районе. Я все-таки считаю, что в школе надо преподавать духовные основы. Они, в принципе, одинаковые в любой религии, да, не касаясь каких-то, может быть, именно конкретно служения, да, вот, религиозного, просто духовные основы, да. Вот, в принципе, конечно же, делаются шаги по этому поводу сейчас. Вот в начальных классах сейчас у нас там курс, да, у нас введен. Но, мне кажется, нужно это расширять на более, там, старшие классы. Председатель Совета Отцов Чуваши Алексей Мурыгин рад, что мужское движение в республике набирает обороты. За год было проведено сотни мероприятий, которые объединили коллективы школ, сдружили семьи. Здесь представлен не только Чебоксары, но и Чебоксары представлены, ну, практически вся республика, то есть районов. Для себя я делаю первый вывод, что действительно есть, есть активные отцы, с кем можно было работать. Эта работа не отсюда идет, вот эта работа идет, на самом деле, отсюда. Никакой обязаловки абсолютно нет. Если есть желание, если есть рвение отношений к ситуации, могу вас, ребят, заверить, все у нас получится. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика. В ясные ночи на полной луне видится девушка с коромыслом на плечах. Образ спасенной пачерицы из чувашской народной сказки символично украсил обложку новой книги «Чувашская мифология». Накануне ее презентовали в Чувашском государственном институции гуманитарных наук. Новым этнографическим справочником заинтересовались в первую очередь краеведы. Евгений Ерагин приехал из Маргаушского района увидеть своими глазами и почитать книгу в числе первых. Действительно, издание адресовано как научным сотрудникам, преподавателям, студентам, так и широкому кругу читателей. Отдельные мифологические персонажи – Арщури, Аштаха, Ерих и другие красочно иллюстрированные группы художников. Над текстовым содержанием работал коллектив авторов. Сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук. Около 10 лет они изучали и отбирали архивные источники и литературу по этой теме. Надо сказать, что у других народов уже такие справочники или энциклобеди уже вышли. Мы, может быть, немного, чуть-чуть задержались, но вот теперь мы тоже такой справочник имеем наряду с другими. У нас, я думаю, получилось не хуже, чем, скажем, у морицов, у мордуи, или у татар, у башкир, у соседних народов. Ну вот, и теперь нам дальше следует развивать чувашскую мифологию. Сейчас авторы продолжают трудиться над статьями, докладами на тему мифологии, чтобы в дальнейшем дополнить энциклопедию. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Бахтия Авелиев, Республика. Это все новости на сегодня, а я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова